доброе утро мои дорогие но уже не утро господи я по привычке наоборот дело уже к обеду идет он горлится здоровается с вами доброе утро моя дорогая добрый день вернее так ну что я с утра с пол седьмого работаю как всегда разговаривает со мной и что хотела обратиться вот сейчас я выкладывала видео вчерашнее я уже говорил вам и не один раз по моему девочки мои дорогие я знаю что вы меня любите и желаете мне и доброго утра и доброго вечера и напоминаете мне про праздники какие-то там и пересылаете мне какие-то видео с тик тока но отовсюду но мои золотые сейчас я выкладывала видео я когда выкладываю видео на ноутбуке меня вылезают все эти собачки котики какие-то девочки поцелуйчики сердечки милые мои я специально засекла время 40 минут я убирала всех этих зайчиков собачек и прочее 173 картинки причем шлюте вы мне все одно и то же меня не хватает мало памяти на ноутбуке и она мне не дает нормально работать мне приходится каждый день убирать кучу вот этих вот и когда я монтирую на телефоне видео у меня вылезают все эти видео которые вы мне пересылаете мои золотые у меня нет ни времени ни сил все это смотреть я очень редко когда что-то посмотрю я вас очень прошу и уже не в первый раз но не присылайте мне не надо мое время тратить силы пожалуйста потому что потому что ну шлете вы мне все одно и то же просто забивается память отнимается у меня время я знаю что вы меня любите мои хорошие я вас тоже люблю ну не надо меня так наказывать пожалуйста вы мне лучше присылайте свои видео вот на это мне не жалко времени и сил потому что я знаю что это не мне одно интересно судя по комментариям то вот это присылайте а то вот мне сегодня написала ольга не забудьте про кота моего а я уже не могу его найти в кучу вот всего этого зайки мои пожалуйста присылайте по делу меня я вас очень прошу потому что я вот вы знаете я даже боюсь заболеть вот боюсь потому что если я заболею я потом не вылезу из этого вот когда у меня бывает маленько там день ну или давление или что нибудь еще там да я потом как зайду твою мать очень вас прошу мои золотые вы же у меня умницы да вон подтверждает ку-ку ну правда это ну просто это невозможно время не жалко я бы за это время чего нибудь сделала правда да и вот сил жалко сидишь как дурак вот удаляешь удаляешь чтобы память очистить ну а так все хорошо работаю ну я вам все покажу ой мои дорогие разгулялась я разошлась сделала вот такую вот вот такую яркость вот настроение такое было на самом деле она ровная а из-за этих вот полосок когда вот так крутишь кажется что она как-то нет нет все ровненько еще одно вот на подходе вот такое тоже наверно будет яркое такое настроение сейчас стояли на остановке с девочками разговаривали ну что говорят по погоде сентябрь это еще нет половина ветер прям стал каждый день практически прям вот как-то да и солнышко вроде уже такое вот оно кажется жарко а солнце такое не обжигающе странная погода в этом году а я так захотела арбуза ну и устала вчера видимо от цемента поеду-ка я съезжу на южный рынок денег потрачу вот нет чтоб сейчас копить до каждую копеечку до питера ну надоедает быть одной хочется как-то походить среди людей пусть немного магазина ну все равно какие хорошенькие так что иду на рынок не ну я сильно тратить то не собираюсь куплю кабачков арбузик вот так чего нибудь еще посмотрю фрукты валяются видите на земле вон они видите сколько висит вот она природа дарит как хожу себе паптовичку смотрю не тороплюсь никуда а почему не тороплюсь потому что в одном магазине девчонки говорят нет интернета в другом магазине говорят нет интернета ну и че мне торопиться он каких только баночков нет крышечков и баночков так о сумки сумки появились пластиковые смотрите какой транспорт авоська написано что это наше явно производство российское что ну такие колеса с зеркалами с зеркалами с зеркалами я не помню куда они потеряли или они делали ну не позажимали кто-то что-то тут делал потом что же там делали такие ремонтники видимо ну вот такие ремонтники после ремонта что после ремонта надо по новой ремонтировать ну не еще надо проверять а я сам там вот это была это спустилась я походу все мучился мучился но я сделал правда за контргайем а то у меня на две поджекутся ну треть одна в середине должна быть но она не настолько важна ему станет на двух поэтому надо сделать что-то а то у меня точно надо делать короче надо делать это залезяка привезли воду вот я ее качу теперь крыльцу а с кошка убежала есть не стала надо затащить как-то ой не хватает женских сил на эти тяжелые работы вот смотрите как инжир быстро растет вот я когда говорила вот про инжир что он такой вырос вот за эти пять лет мне там не верили люди вот пожалуйста метр уже больше метра ростом а его только спилили а его только спилили да другие деревья дольше растут смотрите уже какой гранат уеду уеду оставлю их в этом году видите и зизифус он растет растет а еще цветочки есть а розмаринчик вот не очень не быстро растет один гранат один гранат вот так на глазах и канны выше меня ростом вымахали а подсолнух вообще он уже бедный наклонился он и сидит пожалуйста товарищ господи вон они выросли какие здоровые богомолы богомолы эти а это работа через две недели будет приедет марина со своей семьей попрошу сашу сына выкопать колючки виноградик там на сарае много но там очень много веток он весь там завешенный ему мало солнца достается орехи грецкие уже вон какие ветра дуют и дуют только дождика никак не надуют а тут то у меня вон на проводах то видали что творится джунгли целы затащила потихонечку тяжеловато конечно что делать так я думаю они полезут у меня туда на второй этаж на балкон нет ну а чё надо его резать семена же уже потом не избавишься от этой красоты то да а как резать его он тут вон видите по кабелю и тут тоже и тут тоже по кабелю зараза такая сейчас возьму да порежу что делать девчонки я так рада я похудела и влезла в свой любимый шар плач который у меня уже давно висел выбросить я его не могла у меня не поднималась рука и я в него влезла и к нему я сделала шар вот такой как американский флаг так что бог даст приеду в Питер покажусь вам у него такой фасон который собственно никогда из моды не выходит так что вот сделала себе шарфик целый день я ковыряла с цементом ну уже не с самим цементом а с покраской устала просто ноги не держит так что теперь у меня вот такой шарф есть и сделала еще внуку еще одни бусики сейчас это сверх модно у молодежи вот я ему из белого сделала жемчуга а потом говорю Макарик давай я тебе потемнее сделаю что очень странно на самом деле вот эти бусины не зеленые а камера их делает зелеными они такие же вот такого вот цвета же тоже странно ну наверное видимо немножко отличается все таки глазу не видно а камера вот 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 еще одна интересно ну ладно пусть такие будут тоже неплохо ну и наверное сегодня уже последнее что я сделала хотя кто его знает сделала вот такие серьги такие капельки агатов вот у меня в телефоне какие-то сиреневые что ли нет на самом деле голубые какие потемнее какие потемнее потемнее синенькие какие посветлее капельки такие они такие полупрозрачные не знаю такие миленькие такие швензы правда без застежек уже последние у меня швензы Саша заказала на алиэкспрессе но когда они придут в питер наверное уже я туда приеду ну будут с застежками я поменяю на застежки вот такие сережки ни разу я таких не делала но мне понравилось хотела более скажем так цепочечку прям потоньше но не влазит пришлось такой покрупней мне кажется и так хорошо смотрится сейчас пойду на закат какое солнышко ветер дует такой целый день смотрите какое небо красивое уехали мои девочки в питер ну надеюсь теперь в питере увидимся ну что мои дорогие давайте прощаться здравствуйте здравствуйте прям даже говорить нету сил опять ухайдокалась как не знамо кто цемент этот столько сил отнимает почему-то ну наверно потому что все таки он тяжелый пока вот ее ковыркаешь туда-сюда и прям что-то то переставить надо то перевернуть не знаю почему-то стало очень уставать и почему бы это а не знаете сказал 20-летняя девушка да уставать она стала а день пролетает просто и встаешь рано а все равно не хватает не хватает мне времени катастрофически не хватает столько хотелось сделать вот до отъезда в питер столько планов а не успеваю ну она наверное и нормально выше головы то не прыгнешь правда а что хотела сказать а хотела сказать спасибо огромное вам мои золотые что смотрите комментируете лайки ставите спасибо за то что видео присылаете присылайте еще не знаю мне очень интересно мне интересно смотреть какая природа в других местах какие животные как люди живут я такая любопытная я думаю что я не одна он какой товарищ и что бегаем одни с ошейником по дороге гулять гулять убежал ать 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 землю роет тык поскакал взад ой вот землю порыл и побежал назад домой домой видно давайте мои зайчики птички и рыбки давайте пошли-ка мы все отдыхать поесть надо уже нет уже ничего делать видимо не буду сейчас тупо включу чего-нибудь и буду смотреть смотрела с утра сегодня я поделилась вконтакте и в одноклассниках видео ларисы табашниковой девочки столько интересного узнала о жадеите о этом камне у них там в гватемале его добывают и знаете сразу вспомнила случай такой когда-то я в финляндии купила два камушка мне продавщица сказала что это жадеит а он был почти сиреневого цвета а тогда я участвовала в мурманске в выставках ну в ярмарках я сделала серьги из него причем купила я я вот сейчас не помню за сколько евро но дорого и продавал это прям себе можно сказать в убыток то есть по той же цене что камушки купила и одна даже женщиной назвать не могу таких хабалка одна короче говоря начала орать на всю ярмарку да ты чем ты торгуешь ты не знаешь что это за камень какой жадеит жадеит только зеленый и таким тоном и так громко я так расстроилась думаю ну наверное да я тогда немного камней то знала так расстроилась она когда ушла девчонки то ну кто по соседству там торговал они говорят плюнь ты что ты чего ты расстраиваешься а я прям ну расстроилась до слез а теперь то оказывается что это ты лохушка жалко жалко я ее сейчас не вижу оказывается то он и черный бывает и такой сиреневый и светлый светлый прям почти белый вот так что мои дорогие кто интересуется камнями посмотрите лариса там снимала там фабрика по изготовлению значит изделий из жадеита ну и музейчик там небольшой и магазин там вот еще выйдет одно видео вот очень интересно я прям я была поражена много много я чего узнала о жадеите он похож светло-зеленый на нефрит но у них различия прям очень заметно так не буду все вам рассказывать посмотрите так что мои дорогие все вот на ночь и посмотрите давайте всем нужно отдыхать хорошего вам вечера спокойной ночи здоровья мои золотые всем здоровья мальчикам детям вашим близким внукам всем здоровья ну и счастья и удачи вон на титанике сколько говорит богатых плыли а удачи то не было так что всем удачи и здоровья и до завтра все я вас целую обнимаю все мои дорогие давайте пока пока удачи 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 удачи